Неожиданно, тепло и по-доброму. Первого президента Ельбаса молодежь Алматы приветствует утра по самолёту. Редкий, если не исключительный момент, высокого гостя помимо официальной делегации сотни людей встречают овациями, цветами и аплодисментами. Все как один благодарят за постоянную заботу и всестороннюю поддержку. Вклад Ельбаса в становление сегодняшней молодежи неоценимый. Молодые казахстанцы – это ключевой фактор конкурентоспособности нашей страны в современном мире. И именно от молодежи, ее знаний, энергии и патриотизма зависит будущее Казахстана. Об этом всегда говорит Нурсултан Назарбаев. Вы очень счастливые люди, потому что живете и учитесь в таком прекрасном городе, в стране, которую знают сегодня во всем мире. У всех у нас одна страна – это Казахстан. У всех у нас одна цель – беречь нашу независимость. Я всем вам желаю крепкого здоровья и светлого будущего. Этот год объявлен первым президентом Годом молодежи. Разрабатываются простые и понятные инструменты поддержки. Это прежде всего доступное и качественное образование, наличие работы, жилья и возможность создать семью. В этом академическом году по инициативе Нурсултана Абишевича в городе Алматы количество государственных грантов увеличилось на 40%. В этом году, согласно статистике, 28 тысяч студентов стали обладателями государственного гранта. Вот это его труд, который он вложил в нас, в молодежь, в развитие наше, в развитие казахского языка. В то, что у нас в Казахстане живут больше 140 наций, и мы все можем с гордостью говорить, какой нации мы представляем. Сегодня в Казахстане совершенствуются технологические процессы, повышается качество образования. Это базовые принципы развития для любого государства. И, возможно, это только в мире и согласии, без войн и конфликтов. Всего за 20 лет построена столица. Ее знают и равняются во всем мире. Создано государство, которого совсем недавно не было на карте мира. Сегодня страна имеет все шансы войти в число развитых и лучших. Я на самом деле безумно благодарна нашему Ельбасы за то, что именно благодаря его чуткому руководству мы живем в стране без войн, без конфликтов. Многие из людей, которые тепло встретили лидера нации, учатся в лучших вузах, получают достойное образование и имеют возможность быть конкурентоспособными в мире. Нурсултан Назарбаев в самые первые трудные годы независимости особенно поддерживал молодежь. Учредил программу «Булашак», благодаря которой тысячи молодых казахстанцев получили образование за рубежом. Сегодня эти люди вернулись в Казахстан и работают на благо своей страны. Эта встреча не просто дань уважения, а показатель того, как любят, уважают и ценят заботу первого президента. Айгуля Дилова, Оскар Сергалеев, Мухит Кутықпаев и Эдуард Кон. ЖТКОН. Алматы.